Привет всем из Токио! В этом видео, как всегда, вас ждет шоппинг, прогулка. Сейчас мы с вами находимся около театра Кабуки. Первое здание театра Кабуки было построено из дерева в 1889 году. Несколько раз реконструировалось и последний раз в 2013 году здание было перестроено. Конец октября, начало ноября месяца. В Токио теплая, солнечная погода. В среднем плюс 20 градусов сейчас. Давайте посмотрим фотографии актеров. Цены на билеты можно видеть как раз здесь. От 6000 японских йен. И самые дорогие билеты стоят 25 тысяч. Япония открыла границы. И сейчас можно видеть очень много туристов в городе. Театр Кабуки находится на станции, которая называется Хигаще-Гинза. На пересечении улиц Щова и Харуми. Сейчас мы с вами заглянули в сувенирный магазин театра. Давайте посмотрим, что продается. И далее в этом видео мы с вами отправимся в большой магазин, недорогой сетевой, который называется Дон Кихоты. Можно видеть разные сувениры, сладости, печенья с Эмбей, футболки, календари, картины. Фотографии актеров театра Кабуки. Подарочные наборы, конфеты, печенья с изображением Кабуки театра. Посмотрите, какая милая баночка печенья в форме Сакуры, горы Фуджияма, красных пленов и даже Дарума. Божество, приносящее счастье. Календарики на следующий 2023 год. Вот такие красивые есть. На стену. Также здесь было кафе. Разные напитки. Японская карри, карри райс. Обычно подается с рисом с 10 утра до 5.15. Работает сувенирный магазин. Давайте посмотрим еще вот это кафе. Очень известное. Расположено рядом с театром. Здесь продаются сладости. Кастелло. Можно купить с собой или посидеть в кафе. Можно видеть сладкий бисквит. Кастелло и дрояки. Меню обеда. Ланч тайм. Я сейчас не голодная, поэтому мы с вами заходить не будем. Но я покажу вам меню. Время обеда с 11 до 2 часов дня. В это время обычно подают определенные блюда. Здесь, например, можно увидеть несколько вариантов обеда. Спагетти, хаящий райс и карри райс. Блюда подаются с небольшим салатом. 1200 японских йен. Рестораны, кафе, магазинчики находятся на каждом шагу. Ланч-меню, меню обедов стоит обычно совсем недорого. Вот здесь есть, например, коробочки у бенту. Можно взять на вынос. С собой разные сэндвичи или поесть в кафе внутри. Большие сэндвичи с ветчиной с яйцом стоят примерно 5 долларов. Коробочка. Свежий хлеб и булочная здесь пекарня. В общем, в Токио голодным не останешься. Это точно. Много недорогих ресторанчиков, кафе. Ну, а мы с вами отправляемся в магазин. Сейчас я нахожусь на улице, которая называется Щовадоре. Недалеко от станции Шимбаши. Она очень длинная. И можно видеть вдалеке даже новую токийскую башню Скайцери. Сейчас погода очень хорошая, не жарко. Поэтому гуляю много пешком. Но мы с вами уже подошли к магазину. Вот он. С левой стороны район называется Щодоме. Здесь очень много разных высоток. Мы как-то с вами были здесь. Отели, рестораны располагаются на верхних этажах зданий. Итак, Дон Кихот. Это сетевой магазин недорогой, в котором продается все. При входе можно видеть велосипеды даже. В таких магазинах очень шумно. Много рекламы, товаров. Мне это напоминает рынок под крышей. Я не люблю такие магазины, поэтому обычно мы с вами в них не ходим. Но сейчас приехало много туристов. И многим нравятся такие магазины, поэтому я решила показать вам тоже. Также давайте посмотрим и сравним цены. Действительно ли здесь так дешево? При входе я вижу разные сладости, сувениры. Написано Токио, что-то с бананом, с клубничкой 660 йен. А вот еще сладости. Дайвко написано с зеленым чаем, с шоколадом 550 йен стоит. А внизу написано цена уже с налогом. То есть на кассе вы заплатите 594 йены. Но если вы приехали туристом, то можно взять возврат налога. Такс Фри. В Японии очень много сладостей Кит Кат с разным-разным вкусом. Только я смотрю на коробки, посмотрите, какие-то они матовые, не блестящие. Сейчас в видео я вставила кадры из аэропорта. Дьюти Фри. Ханеда аэропорта я покупала тоже Кит Кат в подарок. Посмотрите, какие яркие и красивые упаковки. Значит, здесь входит 12 штук. И стоят они 800 йен. А в Дон Кихоте, сейчас мы с вами видим на экране, 10 штук и стоит 972 йен. И какая-то упаковка мне не нравится. Но, в общем, что-то недешево, значит, сладости лучше покупать в аэропорту. Но что-то можно выбрать и здесь, конечно, или в других магазинах в городе. Покажу вам ассортимент. 1100 йен. Вот такие подарочные наборы. А это гуми. Жевательные конфеты. Многие их очень любят с разным-разным вкусом. Лимон, мандарин, виноград, персик, даже со вкусом Кока-Колы. Огромный выбор. Стоят они здесь недорого, да, как, в принципе, в любом супермаркете. Леденцы, конфетки японского производства. Очень хорошие. Здесь есть обычные леденцы, а есть для горла. Но дуами. С медом или витамином С для горла. Хорошо, полезно. Вот такие разные конфетки. Вот эти варианты для горла. С медом, витамином С, с имбирем. Жвачки ксилитов. В Японии в больших банках продается. Вот такой магазин, посмотрите. Много товара, все завешено рекламой. От потолка свисают блестящие шары. И отовсюду слышны звуки. Рекламы, музыка, шоколадные конфеты, печенье, поки. Это палочки печенья в шоколаде. Популярная сладость в Японии. На первом этаже есть еще супермаркет. Небольшой напитков много продается. Кока-кола, чай, черный, зеленый, черный с лимоном, с молоком есть, кофе холодное. Колбаса, сосиски. Вот такие, наверное, самые распространенные сосиски стоят 398 йен. 430 с налогом. Это 3 с небольшим долларом. Кому интересно посмотреть цены. Ну вот, например, йогурт, да, питьевой такой, LG 21. Я иногда его покупаю, стоит он 128 йен. А в других магазинах чуть дороже. Я сравнила 145 йен. Ну, в общем, цены на что-то дешевле, а на что-то даже дороже. Здесь, например, вот такая коробочка Яки Соба. Лапша быстрого приготовления. Здесь она стоит 171 йен. А если заказать на дом, например, с Амазона, она будет стоить 148 йен. То есть даже на Амазоне дешевле. Много рамен быстрого приготовления. Вот такие большие упаковки, тарелки. Заливаете кипятком и все готово. Притом там входят и овощи, и мясо. Получится как на картинке. Вот такая лапша, например, меньше 2 долларов. Рамен, удон, Соба. Соба это лапша из гречневой муки. Вот такой выбор здесь. Мы с вами, друзья, сегодня не будем особенно углубляться в супермаркет. Вот он дальше туда идет. Посмотрим только соусы. Вот паста Мисо, например, продается. Японский майонез Кюпин. Да, давайте посмотрим соусы. Для салата, например, вот такой соус Шисо. Стоит здесь 214 йен. Сравнив цены в Амазон, там он дешевле. Стоит всего 177 йен. С кунжутом очень хорошие соусы. Многие покупают их даже с собой. Вот такого плана, например, для салата, для мяса. С собой я имею в виду в чемодан. Туристы покупают. Гоума Таре называется. Конечно, зеленый чай все покупают в Японии. Покажу вам самые распространенные варианты. Например, вот такой чай в пакетиках. Ассорти. Три вида. Здесь зеленый чай. Зеленый чай с обжаренным рисом. И обжаренный зеленый чай. По 20 пакетиков каждого. Большая коробка. Называется Ой-Оча премиум. И вот этот чай тоже Ой-Оча. С обжаренным рисом. Очень хороший, популярный. Он многим нравится. Я оставлю ссылку внизу. Если вы не приезжаете туристам, но хотите купить такой чай, можно приобрести с международной доставкой. На обратной стороне написано, как его заваривать, сколько по времени. На английском языке в том числе есть перевод. Можно делать горячий, холодный. Такой сорт зеленого чая с рисом называется Ген Майча. Ну, а мы с вами продолжаем шопинг. Ну что, в какую сторону пойдем, друзья? Я боюсь здесь заблудиться. Посмотрите. Одинаковые ряды. Все пестрое. Вокруг реклама. Да, давайте посмотрим разную косметику. Конечно. Вот здесь, например, представлена мужская косметика. Помните, я вам показывала такое средство для выведения пигментных пятен. В общем, оно бывает разное. Видите, мужской косметики тоже представлено. Лосьоны. Много разных гелей для волос. Умывалок. Здесь недорогие средства для волос. И цубаки, конечно, тоже из бюджетных. Популярный вариант. Для уборки квартиры, ванной комнаты. Тоже много средств для стирки. Зубные щетки и пасты японские. Очень хорошие. Давайте покажу вам, чем я пользуюсь. Вот такие вот варианты. Самые лучшие, популярные покажу вам. Они не такие бюджетные, конечно, как в супермаркете. Лучшего качества японское производство. Вот это, например, с лактобактериями. Запатентованная формула. Кариес и парадонтальные бактерии. И много других функций. Это бренд Якулт. Нанотехнологии. Зубной налет. Кариес. Неприятный запах. Профилактика парадонтита. Сейчас как раз у меня этот вариант открыт. Я пользуюсь разными. Тоже лактобактерии. Ферментированный экстракт. Называется широта эссенция. Якулт. Это очень популярный в Японии бренд. Они производят напитки с полезными лактобактериями. Апокарт Ройл. С мельчайшими наночастицами. Лечебного гидроксиапатита. Восстанавливают эмаль. Натуральный экстракт из жемчуга. Для отбеливания зубов. Японская краска для волос. Посмотрите. Есть даже блонд. Но я не уверена, подходит ли такие для европейских волос. Пишите в комментариях. Может кто-то пробовал. Здесь для кухни. Все. Разные принадлежности. Все сковородки. Скидки японские марки. Тефаль вижу. Увлажняющие маски для лица. И моя любимая тушь. Посмотрите. Кисми. Хироин Мейк. Немного здесь осталось. Практически все раскупили. Популярная очень тушь в Японии. Постоянно я ей пользуюсь. Надо купить. У меня опять закончилась. Эта тушь в двух вариантах бывает. Мне больше нравится волюм. Это объем. Покажу вам кисточку. Она стойкая, водостойкая, подкручивает ресницы, держит завивку ресниц весь день, не отпечатывается, не течет. Это второй вариант подкручивания и длина. Тоже очень неплохая тушь, но больше мне нравится первый вариант для объема. Такая тушь продается в коричневом, в черном цвете. И сейчас я вам показываю все свои самые любимые туши для ресниц. Стойкие. Сенсай. Суку. Кле Депо. Это люксовые японские бренды. Они не продаются в этом магазине. И кисми Хироин Мейк. Это считается такой масс-маркет, но очень хороший. Ну что, друзья, я тут заблудилась уже. Не пойму, где я нахожусь. Давайте пойдем прямо. Товары для дома. Вешалки, разные тапочки. Вот здесь вижу для ванны все. Полотенца. Такие узкие ряды здесь. Лабиринты. Дон Кихот это сетевой магазин. В разных районах вы его увидите в Токио. В центре поменьше. Есть многоэтажные. Может быть и ассортимент немного отличается. Полотенца 870 йен. Недорого, но качество так себе. Недорогие средства для дым-макияжа, для удаления косметики. Давайте посмотрим. Японские считаются очень хорошие. Конечно, чаще мы с вами смотрим люксовые товары. Но вот в таком масс-маркете есть тоже очень хорошее средство. Например, вот такое Биоре. Мейкап Римова это гель. Показываю вам в старой упаковке. Сейчас обновилось. Очень хорошее средство. Удаляет великолепно косметику. Наносите на сухую кожу лица, на макияж. Массируете немного и потом умываетесь. Еще из хороших бюджетных средств. Для удаления макияжа могу порекомендовать вот это масло. От бренда Косе. Называется Софтима. Очень хорошо удаляет даже стойкий макияж, водостойкие туши. Хорошие эти средства от Биоры и Косе. Такие средства в Японии вы можете найти в любой аптеке. Драгстое. Обычно они большие, хороший ассортимент. И здесь продавалось еще отбеливание, осветление против пигментных пятен. Помните, вот это вот средство я вам показывала не так давно. Оно наносится точечно на пигментные пятна, осветляет их. На экране я оставлю ссылку на то видео, кому интересно посмотреть. Более подробно я там разные средства показывала. А сейчас давайте откроем вот эту коробочку новинку. Мирану Си Си. Улучшенная, более люксовая версия. Называется Премиум. Подавляет выработку меланина. Пигментные пятна после солнца, веснушки. Пост-акне. Противовоспалительные компоненты. Предотвращает появление прыщей. Содержит активный отбеливающий компонент. Витамин С. Интенсивно проникает глубоко в роговой слой. Подавляет выработку меланина. Предотвращает появление пятен, веснушек. Уникальная формула для лучшего проникновения. Вот такой вот одно из популярных средств, которым пользуются в Японии для выведения пигментных пятен. Посмотрите, вот этот вот крем. Юскин. Тоже вам как-то показывала уже в видео. Он очень популярен в Японии. Производится много-много лет. Это крем для рук, для ног, для пяток, для локтей, для грубых участков. Они продаются от двух разных марок, но они очень похожи. По действию давайте покажу вам еще раз этот крем. Новинка. Знаменитый крем в новой упаковке. Удобная баночка с помпой. Японцы все знают этот крем, у кого бы вы не спросили. Им пользуются и мужчины, и женщины. Шелушение, ороговевшие участки кожи, обветренная кожа, мелкие трещины, очень сухая кожа, вот такого он желтого цвета. Витамин Е, В2, витамин С, глицеретиновая и гиалуроновая кислота. У крема необычный запах камфора. В начале мне он не нравился, но потом я привыкла, и он мне стал даже как-то нравиться. Вот такие кремы для рук, недорогие совсем, тоже можно приобрести в любой аптеке. Увлажняющие медицинские кремы для рук от японского бренда Косая. Приятная текстура, красные с осветляющим эффектом, от пигментных пятен. Золотой вариант увлажнения, защита, предотвращает появление трещин. Еще из недорогих кремов для рук, хороший вариант вот такой, называется Юскин. Они с разными ароматами, у меня с ароматом японского цитрусового юзу. Очень приятно пахнет. Также есть варианты с японской розой, жасмина, лаванда. Увлажнение, питание рук. Здесь на картинках как раз нарисованы разные варианты. Целые стенды, накладные ресницы. Очень хорошие в Японии, есть такие натуральные варианты, не отличишь от своих. Разные уголки глаз по длине, в центре по длине, более густые и совсем натуральные. Продаются разные бальзамы для губ, наиболее популярные от бренда DHC. Он даже премию получил. Покажу вам упаковку. Называется он просто лип крем от бренда DHC. 1,5 грамм входит. Мощная увлажняющая формула, защищает губы, увлажняет, питает. Без отдушек, красителей. Во влоге я вам показываю косметику только японского производства. В таких недорогих магазинах, видите, есть разные бренды Maybelline и бренды из Кореи, Китая. Поэтому, если приедете в Японию, будьте в таких магазинах, обязательно проверяйте, это производство Японии или нет. Сейчас мы с вами смотрим известный японский бренд. Называется он Vise. Такие небольшие кормеры здесь представлены от марок. Тени красиво выглядят. Давно не пользовалась этим брендом, но помню, раньше были у меня тени для глаз, карандаши от Vise. Хорошее очень качество. Такое что-то среднее между масс-маркетом и даже люксом. А это бренд от Kanembo. Называется Kate Tokyo. Палетки теней для глаз красивые, лимитированные. Этот бренд очень популярен у японской молодежи. Качество здесь отличное. Помните, я вам показывала вот такие тени. Для глаз более 100 оттенков. Можно приобрести онлайн, но в магазинах, видите, представлено 26 цветов. Потому что 100 цветов поставить, наверное, будет некуда. Очень хорошее качество теней. Мне понравилось. Есть и с блеском, и матовые оттенки, и глиттер блестящие. Вот еще тени разные. Посмотрите, какие красивые однушки теней. Мы с вами смотрели их в одном из недавних тоже видео. Потрясающее, конечно, качество. Не осыпаются. Цвета яркие, насыщенные. Есть и матовые, и глянцевые, сатиновые. Красивые цвета типа хамелеонов. Очень мне понравилось качество этих теней. Хороший бренд. В нем, помимо теней, еще очень хорошие карандаши. Стойкие карандаши для глаз, лайнеры для бровей. Тоже хорошее средство. Вот, видите, написано Нью. Как раз какая-то новинка вышла для бровей. Но у меня светлые брови, мне сложно подобрать цвет. Нужно будет посмотреть повнимательнее. Вот такие вот лайнеры. Очень хорошие, с тонкой кисточкой. Вот это вообще уникальный продукт. Очень интересный. Посмотрите. Я уже покупаю несколько раз. Называется он Double Line Expert. Его можно использовать, например, в уголках глаз. Нарисовать, прорисовать складку века, под веком. То есть, это, так сказать, такая вторая секретная линия. Стрелку можно нарисовать более темным цветом, например. А вот таким светлым оттенком изменить форму глаза. И этого не будет видно, потому что, посмотрите, какой цвет. Он очень светлый. Также иногда я его использую для прорисовывания волосков на бровях. У меня светлые брови, поэтому мне как раз идеально подходит цвет. И часто я его использую просто как обычный айлайнер, когда не хочу краситься. Но хочется немного приподнять уголок глаза, вытянуть как бы глаз. Ну, в общем, такая неяркая, незаметная стрелка получается. Этот вариант пройдет только на светлой коже. А вот этот лайнер обычный, классический для стрелки, с очень тонкой кисточкой. Продолжаем смотреть дальше. Здесь одежда для собачек, кепки, носки и одежда. Даже нижнее белье продается. Коготки, леггинсы, разные майки. Я в Дон Кихоты была последний раз, наверное, больше 10 лет назад. Интересно, конечно, иногда походить, посмотреть, что продается. Но я устаю от таких магазинов, потому что здесь очень шумно. Вот носочки симпатичные для дома. А я вам покажу совсем другие носочки. Бьюти-носочки для пилинга ног, ступней. Японские носочки, я думаю, наверняка вы о них наслышаны. Используют их так. Нужно срезать верхнюю часть упаковки, надеть носки и закрепить их при помощи стикеров. Ровно один час, после чего нужно помыть хорошо ноги с мылом. И примерно дня через 4, через неделю ступни начинают шелушиться. Пятки облизать и буквально через 2 дня они становятся мягкими, как у младенца. Здесь все в картинках. Можно посмотреть, как их использовать. В этих носочках находится специальный раствор на основе молочной кислоты и натуральных экстрактов. Корень лопуха, лимон, шалфеи и другие растительные компоненты. В коробочке две пары на два раза. И такие носочки бывают с разным ароматом. Еще из интересных японских средств продается здесь много разных наклейок. Помните, летом я вам показывала охлаждающие. Сейчас зимний вариант вот такой вот. Подогреваются до 40 градусов. Расслабляют мышцы с ароматом лаванды. Помогают при стрессе, когда сложно расслабиться. Рекомендуют использовать перед сном или во время косметических процедур для релаксации. Ну а мы с вами поднимаемся на второй этаж. Да, да, здесь есть второй этаж. Давайте посмотрим, что здесь. Бренды, косплей, интерьер, аксессуары для мобильных телефонов. Ну, в общем, много чего интересного. Давайте посмотрим. Для дома много разных штучек. Думаю, вам это не будет интересно. Давайте посмотрим. Еще обувь продается. Кроссы. И даже кроссовки. Найки. Пожалуйста, вам 7 990. Это 57 долларов. Не знаю, дешево это или нет. Не интересовалась такими кроссовками. Пишите в комментариях. А здесь, посмотрите, какая милота. Много красивых штучек для детей. Сан Риму бренд. Хеллоу Китти и другие персонажи. Такие милые цвета, детские. Зеркало, расчески в рюкзак. С моей мелодией Хеллоу Китти. Детские сумочки, рюкзаки. Такое все милое, красивое. Посмотрите, даже масочка. Вот Сан Рио, может быть, вам издалека не видно. На маске тиснения Хеллоу Китти. А здесь продается все для организации домашних праздников. Шарики, хлопушки, декорации, мишура. Видите, цифры можно набрать на Новый год или на день рождения. Большие декоративные цветы, с днем рождения, сердечки. А здесь костюмы. Секси косплей. Напротив был еще один отдел для взрослых. Ну, я не стала, конечно, там снимать. А здесь костюмы Деда Мороза. Ну, а после тех легкомысленных костюмчиков я ищу здесь тоже подвох. Но, похоже, что они нормальные. Посмотрите, я была в магазине 1 ноября. И уже выставляли украшения к новогодним праздникам. Так что сейчас, думаю, много уже что можно увидеть из новогодних украшений. Вот здесь косметика, посмотрите, для волос, плойки. Здесь Шесейда, эликсир, линейка, аквалейбл. Увлажняющие маски для лица. Давайте я вам покажу, какие использовала. Какие сейчас можно приобрести. Такие увлажняющие маски от бренда Косе с увлажняющим гелем внутри. А это премиум пуреса, тоже состав сыворотки густой, гелевый. Вот такие вот масочки более свежие. От Косе сыворотка здесь не такая густая. Вот этот вариант очень хороший, мне понравился. Клеотан называется. Очень освежает, хорошее увлажнение для обезвоженной кожи. Сои Сай, лифтинг, антивозрастной уход. Вот такая маска входит изофлавон и сои. На обратной стороне обычно есть инструкция. Здесь написано 10-20 минут нужно прикладывать к лицу. Эссенция свежая, гелеобразная, внутри тающая, без ароматизаторов. Экстракт семян соя, растительный коллаген. Вот такую маску, достаточно распространенную, попробовала Мино. Маска пропитана свежей, приятной эссенцией, нелипкой. Увлажняющие аминокислоты входят, подходят даже для чувствительной кожи. 4 маски входят в коробочки. Вот эта маска мне очень понравилась и я ее купила еще. Давайте распаковывать, смотреть. Они есть в нескольких вариантах с гиалуроновой кислотой, с коллагеном. А вот этот вариант, который у меня, голубого цвета коробка с керамидами. Вот такой милый ребеночек нарисован на упаковке. Входит всего 5 масок внутри. В каждой из них 22 мл эссенции. Хороший состав, подходит для чувствительной кожи, без ароматизаторов, красителей. Очень хорошо увлажняет, освежает, питает кожу. Давайте посмотрим, какая маска здесь. Очень приятная, натуральная, мягчайшая ткань. Достаточно плотная, хорошо пропитанная. Маску прикладывают на очищенную кожу лица и держат от 5 до 20 минут. Чем кожа суше, тем дольше можно ее держать. Увлажняет, успокаивает кожу. Для чувствительной кожи подойдет. После использования маски оставшуюся эссенцию не смывают, а вбивают в кожу. Сверху можно нанести свой крем, если у вас очень сухая кожа. Вот такие вот увлажняющие маски сегодня мы с вами посмотрели. А здесь продаются плойки для завивки волос. Вот этот вариант я вам показывала. Вернее, похожий от этого бренда Крейт Ион. Видео, где я показывала, как можно уложить волосы такими плойками, я оставлю на экране. Посмотрите, кому интересно, хорошие очень плойки. Вот этот вариант особенно интересный. Здесь, видите, есть утюжок для выпрямления волос и плойка одновременно. Два в одном, так сказать. 32 мм. Есть и обычные варианты. Здесь разные фены. Самый популярный, конечно, в Японии это Panasonic с нанотехнологиями. Отрицательно заряженные нано-ионы. Технология Panasonic называется Nanoe для увлажнения волос. Вот такая здесь розетка. Нужно будет купить небольшой переходничок, если вы будете использовать в другой стране. А так его можно использовать во всем мире, потому что здесь от 110 до 230 вольт он рассчитан. Увлажняет волосы, гладкие, послушные. Для блеска волос отличный фен. Мне очень нравится эффект. Ссылку, где такой фен продается, тоже оставлю, конечно, под видео. В инфобоксе открывайте, смотрите. Кому интересно, с международной доставкой. Давайте посмотрим, что еще здесь продается. Вот такая вот линейка Free Class называется. От Canebo она подходит для чувствительной кожи. Вот этот вот гель, крем. Давайте я вам покажу. Здесь сложно его достать. Называется он водный крем. Очень сильно увлажняющий. При этом абсолютно не жирный, не липкий. Легкая текстура, не чувствуется на коже. Подойдет для чувствительной кожи. Это косметика без запаха. Посмотрите, какая нежная тающая текстура. Также в этой линейке я пробовала умывание для лица в виде уже готовой пенки. Она подойдет скорее для сухой кожи. Не сушит ее, но при этом очищение не самое сильное. Достаточно деликатное. И вот такие вот маски. Я пробовала, тоже они мне понравились. Тканевые увлажняющие маски Canebo Free Plus. Для чувствительной кожи, без алкоголя. Ароматизаторов, красителей, конечно. Еще из недорогих вариантов косметики по уходу за кожей. Есть вот такая линейка, называется Evita от Canebo. Увлажняющие гели, средства для очищения кожи. Очень хорошие, с приятным ароматом. Много здесь японских марок представлено. Софина, Фанки, Люхот. А это гель для губ от Кусе. Помните, я вам его показывала, но у него обновилась упаковка. Теперь оно черного цвета. Это такой гель, который наносит поверх помады. И внешний цвет становится матовым. Также не остаются отпечатки на стакане. Но сильной стойкости помаде этот гель не придает. Больше просто для матового эффекта. Еще часто представлен в магазинах японский бренд Sekisui. Я пробовала кое-что, но не все мне там понравилось. В японской марке Кусе тоже есть уход для кожи лица. Маски разные. А это бренд Курел. Тоже японское производство. Продается в любом магазине, в любой аптеке. Средство без ароматизаторов. Достаточно нежный состав. Без антивозрастного ухода. То есть можно использовать его в любом возрасте. Вот нашла от Fankil. Набор такой продается. Fankil в основном, конечно, популярен своими БАДами, витаминами. Но также косметика. Больше всего мне нравится в этом бренде очищение для кожи. Покажу вам какое. Вот здесь написано дата. Это не срок годности, а срок производства. В этой коробочке Cleansing Oil. Это гидрофильное масло для удаления макияжа. Очень хорошее. Косметику его достойкую тушь смывает. Помните, буквально в предыдущем видео я вам показывала умывание в капсулах. Обновилась упаковка. Теперь стала бумажной. Но внутри такие же капсулы входят. Содержит порошок с энзимной пудрой, глина и древесный уголь. Очищает кожу, черные точки, поры. Можно вспенить вот таким образом сеточкой. Специальная получается густая пена. Такое умывание от Fankil можно использовать один раз в день. Конечно, в Fankil много разных БАДов, витаминов. Вот такие вот комплексы очень популярны. Голубого цвета для мужчин, розового для женщин. И они идут по возрасту. 40-летний возраст, 50-летний, 60-летний. Специально сбалансированные. Но в этом магазине, кстати, по-моему, БАДы не продавались. Если вы ищете БАДы, витамины, то это нужно отправиться в аптеку. Или в отделы магазина этих брендов. Круглые лампы, кольцевой свет продают для блогеров. У меня есть такая большая лампа. Но маленькие удобно, наверное, переносить можно. Здесь еще продают умывание для лица. Один из самых недорогих вариантов и достаточно популярных. Называется Senko от Shiseido. Умывание двух типов. Есть уже вот такая готовая пенка. И второй вариант нужно вспенивать самим. Я пробовала только готовый вариант. Вот такая густая пена с одного нажатия. Очень удобно, когда нет времени. С утра, например, хочется быстро умыться. И вот такой вариант нужно вспенивать самим. Выдавить немного на руку. Добавить воды. Или взбить пенку с помощью специальной сеточки. Также в этой линейке есть еще масло для удаления косметики. Масло всегда используется на сухую кожу лица. Наносите на макияж. Массируете немного. Потом смываете водой. А здесь представлены средства от бренда Safina. Тоже японское производство. Вот эта сыворотка, кстати, у них очень хорошая. Есть для лифтинга антивозрастная и осветляющая пигментные пятна. Кремовая приятная текстура у этой сыворотки. Для упругости кожи лифтинг эффект. Давайте посмотрим, какие сувениры здесь продают. Палочки. Наборы вот такие небольшие стаканчики. Для саке с рисунками в японском стиле. 2700 японских йен. Еще Hello Kitty. А здесь Дарума. Косметички. Небольшие кошельки в японском стиле. Смотрите, какая красивая мягкая игрушка. Hello Kitty в кимоно. Разные мелочи. Заколки для волос. Брелки. И вот такие сувениры тоже продают в Японии. А здесь изображен храм Осакуса. Токийская башня. Сувениров здесь не так много. Вон там продаются еще чемоданы. Чтобы сложить все эти свои покупки из Японии в дополнительный большой чемодан. Капли для глаз. Большой стенд. Увлажняющие капли. Усталость глаз. Витамины разные. Такие я покупала. И вот эти вот чаще всего. Смайл Голд. Называется. Они мягкие. На таких каплях для глаз. Нужно смотреть шкалу свежести. Вот например тоже Смайл Голд. Но вот эти. Написано Майлд. Я именно их беру всегда. Они не щипят глаза. А предыдущий вариант с ментовым был кул. То есть они будут более такие освежающие. Посмотрите какое количество носочков красивых здесь представлено. Ничего себе какой выбор на любой вкус. Есть и с Микки Маусами. И с собачками японских пород. И с шоколадками. И вот такие вот с клубничками. Рисунки повторяющие разные виды соусов. Пиво. Банок пива. Рядом щога. Это имбирь. Горчица например написано по-японски. Васаби. Вот это васаби зелененькое. Это острый японский хрен. Надписи повторяют упаковку. А теперь перейдем на люкс. Друзья. Он здесь тоже представлен немного. Как написано со скидками. Старые коллекции Аутлет. Вот можно видеть кошелечки Майкл Кос. Здесь сумки от Котч. Недорогие варианты из ткани. Такая стоит например 27 300 японских йен. Ручки разные. Картье вижу. Здесь тоже кошельки. Котч широко представлен бренд. Такая сумка стоит почти 30 000 японских йен. Не знаю даже насколько это дешевле. Котч в принципе недорогой бренд. А вот здесь вот марки подороже. От Тиффани. Серебро можно увидеть. Золотых украшений нет. Серебряные представлены. Сердечком что это не знаю. Браслет наверное 23 900 японских йен. И плюс еще налог 10% в Японии. Кольца. А это Сваровский бренд. Гуччи украшения. Продаются вот такие цепи. Типа под золото. Посмотрите. 1400 йен. 10 долларов можно сказать. От Ботеги кошельки. Классические варианты. Очень удобные модели. Большой на молнии 70 000 стоит примерно. Шанель. Вот такой вот красный вариант. 165 000 почти стоит. Не знаю я таких не помню. Наверное это старые коллекции. Здесь Гуччи. Кошелек косметички. Вот такой кошелек с тиснением. Классические на молнии. Здесь стоит 93 000 йен. Это сейчас около 700 долларов. Сумки дорожные. Кепки. Много мужских вариантов. Вот Прадожеские кошельки. Сумки. И мужские. Вот такие классические темные варианты. Часы тоже некоторые марки представлены. И шампанское даже продается. На этом я заканчиваю шопинг, друзья. Надеюсь вам видео понравилось. Вот такой интересный магазин. Сегодня мы с вами посетили. Пишите комментарии. И до встречи. До следующей недели. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok